В Ледовом дворце в день открытия Спартакеады состоялись первые хоккейные игры. Вологодская сборная уверенно выиграла дебютную игру. Команда из Иваново, впервые участвующая на Спартакеаде, уступила в матче с Вологдой со счетом 3-7. Конечно, команду настраиваем только на победу. Более будем благодараться за честь города. В турнире по хоккею на Спартакеаде участвуют 8 команд. Вологда, Петрозаводск, Иваново, Псков, Череповец, Сыктывкар, Архангельск и Новгород. Вологодскую команду представляют спортсмены открытого первенства Вологды по хоккею. Коллектив такой уже слаженный, сыгранный, надеюсь, что мы покажем достойный результат. Команде предстоит сыграть три игры в группе. По итогам группового этапа определяются сборные, которые разыграют призовые места. Между собой сыграют команды, занявшие вторые, третьи и четвертые места. Победитель Спартакеады определится в матче между лидерами групп. Стартовали соревнования Спартакеады и по компьютерному спорту. Кто сильнее других в игре ДОТа, выясняют сборные семи городов. Сильнейшая сборная в этой дисциплине будет определена по итогу 12 матчей. Каждая команда сыграет по два раза со всеми соперниками. Надеемся на лучшее, но я думаю, что здесь будет очень объективный результат. Не могу прогнозировать вообще ничего, потому что команды встречаются впервые. И в принципе у нас, как и везде, просто проходили отборочные. Мы от каждого города выбирали лучшую команду. Удачно стартовали на Спартакеаде киберспортсмены из сборной Вологды. Они смогли победить в четырех играх на старте турнира. По два раза были обыграны сборные Череповца и Ярославля. Ничего не было сложно. Все пошло с самого начала, все было хорошо. План просто выиграть все линии, задавить врага и закончить игру, как в принципе и произошло. Одним из конкурентов Вологодской команды на пути к победе станет сборная Великого Новгорода, которая состоит из студентов Новгородского государственного университета. Команда удачно проявила себя на областном чемпионате. Ребята представляют сборную Новгородского государственного университета. Ребята достаточно сильные, прошли очень много соревнований, участвовали как онлайн, так и прошли в принципе отборочные. Мы рассчитываем только на победу. Великий Новгород будет стараться сделать все возможное для этого. Спартакеада продолжится в субботу соревнованиями по лыжным гонкам, киберспорту, хоккею, зимнему трейлу и фигурному катанию. За всеми событиями зимней спартакеады можно следить в режиме онлайн. Дмитрий Калининский, Михаил Протасов, Вологда РФ Дмитрий Калининский, Михаил Протасов, Вологда РФ